Привет народ! С вами канал Территория Мужчин и очередная покупка из Китая. На этот раз штангенциркуль с цифровым дисплеем. Пользуюсь я штангенциркулем, конечно, не каждый день, но вещь в хозяйстве, можно сказать, нужная. Купил я этот штангенциркуль во всё том же магазине Gearbest за чуть менее 2 доллара по скидке. Пришёл он очень быстро, буквально через 2 недели после заказа курьер принёс мне его на дом. Товар, как всегда, упакован в белый бумажный пакет, на внутренней стороне которого наклеен пупет чистый целлофан. Сейчас мы откроем эту посылочку и посмотрим, что из себя представляет данный штангенциркуль. Штангенциркуль упакованный в фирменную пластиковую упаковку, которая защищает его достаточно качественно. Давайте откроем эту упаковочку. Так, как вы видите, помимо штангенциркуля, есть ещё в комплекте батарейка. Это нам пока не понадобится. Забираем. Так, теперь смотрим на сам штангенциркуль, что он из себя представляет. Вот мы можем видеть диапазон измерения от 0 до 150 мм. И точность измерения 0,1 мм. Также видим погрешность, как вы можете видеть, составляет тоже плюс-минус 0,1 мм. И здесь также указан тип батарейки. SR44 или LR44 1,5 В. Вот такой штангенциркуль. Теперь разберёмся по кнопочкам. На лесовой панели есть ЖК-дисплей. И также три кнопки. Включение-выключение. Переключение единиц измерения. Так как данный штангенциркуль может измерять как в миллиметрах, так и в дюймах. Это всё можно сделать вот этой синей кнопочкой. И также третья кнопочка под названием ZERO. Это кнопка сброса текущего значения. Кнопка ON-OFF переводит штангенциркуль в спящий режим. Если раздвинуть губки, то на экране появится значение даже без использования этой кнопки. Если не использовать данный инструмент в течение 5 минут, то он автоматически отключается. Рядом с экраном отсек с батарейкой. Батарейка уже здесь есть в комплекте. А нам положил продавец ещё дополнительную батарейку. В описании к товару написано, что он выполнен из карбона. Но я могу сказать, что карбоном здесь и не пахнет. Ну и конечно для полного обзора проведём несколько замеров. За эталон я взял USB штекер, который по стандартам имеет ширину ровно 12 миллиметров. Вот, будем использовать такой эталон. И конечно же измерим вот такие свёрла. Так, для начала включим наш штангенциркуль. Как вы видите, показывает всё по нулям. И давайте померяем. Вот, как вы видите, как и есть, ровно 12 миллиметров. Так, с этим закончили. Теперь свёрла. Как вы видите, диаметр этого сверла 7,3 миллиметра. Давайте попробуем. Как вы видите, всё чётко. Второе сверло у нас 6,4 миллиметра. Пробуем. Как вы видите, 6,4 миллиметра. И последнее наше сверло. 5,7 миллиметра. Как вы видите, всё опять же точно как и должно быть. И по нулям. Какой я могу сделать вывод? Это инструмент рабочий, причём достаточно точный. Во всяком случае, для мелких домашних измерений он подходит идеально. Лично этой покупкой я остался доволен. Кому интересно, ссылочку на товар, как всегда, в описании к видео. Кому видео понравилось, ставьте лайки. И, естественно, подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok